Музыка На сессии городского собрания 21 декабря уходящего года народные избранники абсолютно большинством голосов приняли городской бюджет на 2011 год. Согласно отчетам городских чиновников, в 2010 году доходы города увеличились на 4,9% по сравнению с показателями прошлого года. В общей сложности доход города составил 46 миллионов 732 тысячи 753 евро, что в пересчете на кроны составляет примерно 729 миллионов 31 тысячи эстонских крон. Бюджет города сбалансирован, то есть расходы равны доходам. Доходы без финансовых сделок меньше уровня текущего года на 4,5%. Основную долю доходов города составляет поступление от налогов 36,1%. Важной статьей доходов являются также нецелевые дотации от государства, которые составляют 40,8%. Финансовые сделки составляют 16,7% городских доходов. Доходы от продажи и услуг составляют 5,2%. И прочие доходы составляют 1,2%. По заявлению мэра города Тармут Аммиста, бюджет является консервативным, так как составлен на основании доходов 2010 года. При составлении бюджета основной приоритет в расходах бюджета города всегда считают расходы на социальную сферу. В проекте бюджета заложены средства для поддержки предпринимателей. Создаются их новые рабочие места. Это суммы 47 тысяч север. Таким образом, несмотря на экономический кризис, в числе основных расходов обозначилось некоторое повышение социальных пособий. Так, городским бюджетом предусмотрена выплата целого ряда дополнительных социальных пособий. Это и пособия на летний отдых детей, рождественский пакет, пособия на вступление в самостоятельную жизнь. Возможно также ходатайствовать о получении пособия на ребенка, поступающего в школу, пособия к началу учебного года, пособия на ребенка с нарушениями здоровья, пособия на приобретение вспомогательных средств. Порядок выплаты каждого из предусмотренных пособий регулируется отдельно и в основном ориентирован на граждан, находящихся в тяжелом социальном положении. Около 47 090 34 евро предусмотрено в городском бюджете на выплату временных социальных пособий. Пособия и выплаты детских домов первоклассникам из малой мужской семьи. Последствия пособий и оплаты детям родных детям из малой мужской семьи. Тотация на общественный транспорт, в том числе и годные проезды, в бюджете определенных решениями городского собрания составит в 2011 году 689 613 евро. Особенное внимание в бюджете уделено детям, оставшимся без родительской опеки, а также детям с нарушениями здоровья. Уделено внимание также и проблемным семьям, которые уже получали в текущем году пособия по бедности, но не менее трех месяцев подряд, а также детям из семей группы РИСКО. Для получения более подробной информации о возможностях получения дополнительных социальных пособий, необходимо обратиться в социальный департамент города Нарва, чиновники которого обязательно дадут исчерпывающую информацию по каждому конкретному случаю. Однако надо учитывать, что ходатайствовать о дополнительном социальном городском пособии можно лишь один раз в году. Львиную долю в расходной части бюджета составили расходы на образование. Наибольшая доля расходов приходится на финансирование отдела культуры для расуществления расходов на образование культуры и спорта. 50 долин по 4%. Так, руководители Нарвских муниципальных школ будут получать в 2011 году от 830 до 1278 евро в месяц, в зависимости от количества учащихся в школе. Для руководителей дошкольных учебных заведений сумма составит от 648 до 733 евро в месяц соответственно. Размер зарплаты педагогов составит от 608 до почти 900 евро в месяц, в зависимости от квалификации и загруженности педагогов. Комментируя принятый бюджет, председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин заявил, что бюджет получился очень социальным, и, несмотря на ряд шоковых потрясений, произошедших в городе в уходящем году, позволил сохранить работоспособность всех необходимых городоучреждений. В направленности бюджета говорит то, что на социальную сферу вместе с инвестициями направляются 63% расходов бюджета. В заключении хочется отметить, что бюджеты в месяцах будут трудны, но положительным фактором является то, что захоронена деятельность бюджетных организаций, предусмотрена поддержка общественных действий и группы организаций. Мы все желаем скорейшего выхода из кризиса, поэтому предлагаем корректировать бюджет по мере его фактического выполнения. Редактор субтитров А.Семкин